Привет всем! Сегодня 5 марта, уже весна-весна, ну вы смотрите, вот это весна-веснадская. И сегодня начинается, начинается, начинается наш маленький трип. Мы приехали на первую точку, национальный парк Тингвелир. Это, короче, какой-то озеро, национальный парк. Все, что я знаю, здесь, типа, был первый парламент в Исландии и в Европе, походу, самый старый, типа, тот был основан на этом месте. Еще тут какие-то тектонические плиты, какие-то северно-атлантические и южно-африканские соединяются. Вот они, короче, можно дезинграть. Вот такая вот штелла. Здесь, наверное, не так вот. Пошли дальше. Пошли дальше, Саша говорит. Саша, скажешь, что? Здесь очень красиво. Очень красиво. Я так люблю находиться в обществе туристов. Ну, хотя я так же самое делаю, разговариваю с палкой, даже они не разговаривают. Тут офеечки фоткают, снимают. Там у одного было какой-то фотофора 360, они вокруг фотиков встали и всех сфоткали. Так смешно. И вот, смотрите, как много. Я приехал в национальный парк, чтобы поснимать туристов. Ладно, к серьезному. Смотрите, какой там проход такой. Там по-любому викинги кидали копья. Кидали. Кидали копья. Такая разная. Вот тут, наверное, древние исландские пещерные люди тусили вот здесь вот, между скалами. Чем пахнет? Ничем не пахнет. Тут вообще-то показано, что нельзя сюда ходить. Но кто остановит русского? Парня. Вот. Идут такие скалы, 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 скалы повсюду. Такие скалы, 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 скалы. И такой смотришь, такой, опа, пещерные люди. Вон, сидит. Пещерная людь. Чего сидишь и кого ждешь? Классно. Че, тут за ночью ему? Да, почему бы нет. Заходи. А где тут дверь? Тебе можно постучаться? Смотри, у нас тут сиденье есть, столик. Да? А где дети? Не знаю. Ладно, сейчас ментов вызовут. Сейчас люди увидят, что мы это сделали, нарушили все-таки, и кого-то задавят. И мы будем виноваты. Прогулялись мы по этому национальному парку, так слегка. Здесь так по склону там флаг. Флаг, 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 флаг. Ну, так все. Неинтересно. Нормально. Приехали на следующую точку. Называется она... Саша. Это какая-то ферма коров, баранов и лошадей. Мне холодно. И тут, короче... Идет снег. И здесь мороженое. И ветер. Тут можно будет покушать. Ты вообще взял пиво. Приехали, бля, кушать. Ахуй. Беги домой, бля, за деньгами. Ладно, прожди. Ты дурел. Ну, полотно. Короче, мы пришли в кафе. Я забыл название. Взяли тут вкусное мороженое. Все говорят, вкусное мороженое. Все, мы вкусное мороженое. И с самого прикола, я стою на кассе. И смотрю, такой, типа, о, окно. Потом смотрю, вижу коров. Думаю, о, картина. Потом в итоге получается, это окно в коровник. И там еще коровы. Такая, типа, обманка. А Саша фоткает мороженое. В инстаграме не зарегано, а фоткает. Ну, давай, как тебе? Это blue cherry. Blue cherry. Синяя вишня. Зимняя вишня. Отживай, чё. Ты такой идешь, идешь, идешь. Это, наверное, вход. И пи-пи. Смотри, какие. Да, такие коровы. Ой, 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 что делать? Смотри, что сделал. Видели? Следующая основка гейзер. Ты рад, Руслан? Да, там будет семи-извержение. Такой. Гейзер. Гейзер, в смысле, гейзер. Всем гейзерам гейзер. От этого гейзера пошло название другим гейзером. Так что это... Зэ гейзер. Супер гейзер. Я гейзер. Семи-извержение. Гейзер. Идешь, идешь, такой. Пиздец, гейзер. Точа, и ты только маленький гейзер. Бурлит вода, да? Тебе сказали? Ты сам сказал, что народ стоит уже. Сейчас жду. Ну, они же там всегда стоят. А чего ты взял, что он сейчас должен? Почти получишь. Будем целоваться при гейзере? Да. Когда он пальнет. Когда я пальну. Блин, ты дура. Я гейзер. Пах. Собрать. 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 Это... Собрать. Че ты гонишь? Перданул как будто. О, как прорвало. Там деньги. Там написано, короче, нельзя его кидать. Нельзя кидать доллары, евро, кроны. Эти... Е... Да. Но можно кинуть рубли. У меня будут какие-нибудь рубли. Рукайся. Руслан. Все, у меня умерзнут руки. Ребята, вышла небольшая ошибочка. Тот, который взрывался, какой пукан, да, это строкур гейзер. Ну, как бы гейзер был, но это строк. А вот это, вот это гейзер. Типа самый первый гейзер, и у него название гейзер. Ребята, я вам не успел договорить, потому что у меня батарейка села. Гейзер последний раз выстреливал, так сказать. Извержение было в 2000 году. Ну, сам гейзер, гейзер в смысле. Это очень трудно. 75-80 метров. Да, он высоту 75 метров, прикиньте. Света 25-30. Ну, в три раза больше. А тот строкур каждый 5-10 минут, поэтому там люди все его смотрят. А сейчас мы вот приехали на водопад Гулфос. Та самая плохая погода, в смысле холодно, снег и вот это вот все, ветер очень портит. Что ты меня переживаешь? Я не вижу, куда я иду. Я не вижу, куда я иду. Так сделай нормально. Вот этот ветер, снег, холод дает такой дискомфорт во время наблюдения за гейзерами, водопадами и всем остальным природными явлениями. Поэтому немного дискомфорт на все это смотреть. Поэтому хорошую погоду, когда тепло, мне нравится больше. Хорошая погода, когда тепло, и так посмотреть на все остальное, намного лучше. Мне очень приятно путешествовать в такую плохую погоду. Все, что надо было сказать. По лестнице идешь такой, идешь такой. И смотрите, опять водопады. Какой большой водопад. Как красиво. Блин, почему не пофиг? Я лучше поехал бы на американских горках прокатился. Вот, смотрите. Извините за ветер и за снег. Смотрите. Большой такой. Я тебе говорил, что GoPro как бы отдаляет все. Поэтому им надо будет смотреть в бинокль. А там пока нужно, куда нельзя идти. Пойдем? Нет. Вот еще отсюда смотреть. Кадр для вас очередной. Что, мы давно не снимали? Как видите, уже за окном темно. После водопада мы что-то блуждали, ездили повсюду. Хотели на ферму. Ферма? Где овощи выращивать, короче. Там было закрыто уже в 6 часов. Сейчас уже 8, и мы все блуждаем, блуждаем. Хотели съездить на водопад еще один тут. Но там, походу, только на джипах можно проехать. Тем более ночью. Лучше не рисковать. Тем более не наша тачка. Сейчас поедем в такой пригород небольшой. И там что-то будем мутить. Не знаю. Либо искать гестхаус, либо горячий источник. Так что, вот, едем. Мы сейчас находимся в городе Стэллифоуз. Небольшой город, я даже не знаю, сколько тут. Короче, маленький. Мы зашли в какой-то кафешку. Саша уже напилась, пьет сам. Гавнище. Я пью мальчик, конечно. Ой, я показал, и мы взяли вот это. В меню было написано, что там какие-то помидоры, курица. Я думаю, это будет все-таки наложено. Брать, а не бургер. Ты знал, что это будет? Мы думали о насколке потом еще много, думали взять на двоих, но в итоге это вот так. Ну, нормально. Что-то похаваем. И потом пойдем в машину, будем спать в машине. Саша будет спать в машине. В машине. В машине. Приятного аппетита. Немного аппетита. Покушали мы в этом ресторане. Ну, не надо, так сказать. Ну, вот. Невкусно. Ни то, что невкусно. Нам не дали ни вилки, ни салфетки, ни ножа, ничего вообще. Просто не здесь руками. Это там кусок масла еще. Хлеб пожарили. Знаете, как же... Я даже так гренки. Я лучше гренки жарю. Они типа как гренки сделали. Только так хлеб в масло кинули, подсолнечное. Он все впитал. Я такой... Ну, а что? Ну, так они едят. Извините, а то у меня реки Ави. Все, в общем, мы готовы спать в машине. Вроде как я в куртке. Вон, Саша уже укусился дзявом. А, наверное, сейчас пойду к ней. Будем до многих вместе. Вот так вот. Так что... Оставайтесь с нами. Спокойной ночи всем. Подписывайтесь. И до завтра. Завтра поедем дальше. Не скажу куда. Оставайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...